Более 400 военнослужащих вернулись с международной выставки Экспо-2017. Сегодня воинская часть 54-51 торжественно встретил личный состав. Отличившихся защитников Родины наградили нагрудными знаками, грамотами и часами с символикой Национальной Гвардии. Прежде чем поехать на Экспо-2017, все военнослужащие прошли серьезный отбор. Солдат тестировали на знания английского языка, проводили психологические опросы и проверяли физическую подготовку. За время командировки гвардейцами были выявлены более 200 административных правонарушений и 25 уголовных преступлений. Среди защитников Иерсен Жамаш. За отличную службу ему дали отпуск. Нас для Экспо отбирали по высоким показателям. И два месяца назад мы поехали в Астану для обеспечения охраны общественного порядка. Основная наша задача была следить за безопасностью местных жителей и туристов. Да, было много случаев. Часто из них – это потери детей. Было и наркотики находили, задерживали наркоманов. Благодарю всех за такой теплый прием. Два месяца личный состав воинской части 54-51 следил за порядком и безопасностью жителей и гостей столицы. И сегодня всех 400 военнослужащих, приехавших с международной выставки Экспо-2017, торжественно встретили на плацу. Особо отличившихся наградили нагрудными знаками «Коламдық тәртіпті сақтағанышчын» и часами символикой национальной гвардии. Сегодня в войсковой части 54-51 проводятся мероприятия по встрече военнослужащих, которые два месяца назад здесь мы провожали для выполнения мероприятия, которые проходят в Астане, Экспо-17. Два месяца личный состав сегодня с достоинством, с честью, выполнил поставленные задачи перед нашим личным составом главнокомандующим, министром и, получив высокую оценку, сегодня вернулись в свою воинскую часть. Также вместе с гвардейцами на Экспо-2017 поехали бойцы отряда специального назначения «Беркут». Но они пробудут там до конца международной выставки. Гульнур Жакен, Ажар Агибаева, Жасулан Макулбеков, Никита Миткин, 1-й Карагандинский.